Привет, друзья! Вот Джордж Уруэлл. Настоящее имя Эрик Артур Блэр. Ну, такой писатель, был журналист такой потрясающий, который запустил вот такое слово, которое стало общеупотребимым. Холодная война, а также неологизмы, как полиция мыслей, Большой Брат, Новояз, Двоемыслия и другие, которые часто употребляют, я прямо читаю в Википедии, при обсуждении тоталитаризма, цензуры и авторитаризма. Ну, как-то вот чаще и чаще его упоминают в связи с цифровизацией, в связи с искусственным интеллектом, который как бы нас так вроде бы сейчас закабалит. Ну, он же писал это еще как антиутопии, эссе свои. Вот я вспоминаю, что многие любимые мне авторы, как Брэдбери, Стругацкие, ну, потрясающие были авторы, которые, как и у Джордж Уруэлл, жили не в свое время, как бы. Обгоняли время, ну, вспомни даже такого известного человека, как Леонардо да Винчи, тоже не в свое время жил. Ну, они же так предвидели как-то будущее. Они же как-то с некоторым ироничным и критичным, и сатирическим моментом относились к этому, потому что они предполагали, как я понимаю, и жестокость некоторую, которая присутствует всегда, и борьбу добра со злом, которая присутствует всегда. И что в конечном счете, конечно, побеждает добро, в большом стратегическом смысле, имеется в виду в течение всего времени. Ну, да, но конкретно он очень часто и зло побеждает. Ну, вот дело в том, что человек конкретное существо, он живет вот в конкретной реальности, и часто сталкивается именно с несправедливостью, да, именно с тем, что вот зло побеждает. А на самом-то деле, в принципе, в большом смысле добро побеждает, в большом смысле. Ну, конечно, просто одно дело человечества, тысячелетия, и там говорится, что добро победит зло, а другое дело, когда конкретности, и вот разные времена. Мы живем одновременно в двух разных временах, вот. Я к чему это все рассказываю? Я тоже пишу маленькую новалку сейчас, такую утопически-фантастическую, где как раз-таки один из героев, как ни странно, додумался до того, как разрушить этот вот, тот аспект цифровой цивилизации, который порабощает людей. Это я новелку такую пишу, фантастическую, утопическую. Да, разрушает этот искусственный интеллект, то есть сам создает, значит, я вам сейчас скажу кое-что интересное, вы просто удивитесь, сам создает, значит, он там в этой новелке сам придумал, дошел до того, как разрушить вот эту цифровизацию за счет создания искусственного интеллекта следующего поколения, которое, значит, это, вот так сказать, мозги поправит, разрушит всю эту манипуляцию, контроль и прочее. Для этого он создает там некий суперкомпьютер, некий суперкомпьютер, а там главное, не в этом, суперкомпьютеры создать можно. Главное, там идея у него такая потрясающая, потому что, ну, используя, конечно, мои, так сказать, наработки, о том, как устроен мозг, и что по существу, внимание, внимание, по существу, что человек живет в этом конкретном времени, и энергия его, так сказать, ограничена, ограничена генетикой способности митохондрии вырабатывать эту энергию. Ну, в целом, конечно, в большом смысле человек бесконечен, он вечен, душа вечная, но в конкретном смысле, поскольку у него есть тело, человек конкретный, конечно, он вечным быть не может. У него есть генетика, и он живет в конкретном месте, в конкретное время, и поэтому вот блок питания, вот, посмотрите, у него митохондрии, ну, естественно, из воздуха, из пищи он потребляет энергию, перерабатывает. Но если вот эта вот идея, суперская идея, которую тот парень там создает, фантастическое новелле, внимание, он научился понимать, из моих соображений, как устроен мозг, он научился понимать, что, чтобы создать суперискусственный интеллект нового поколения, который вообще-то люди создадут, если додумаются, то, до чего додумался этот парень, о чем я говорю, взяв мои материалы, что если отключить у него блок питания, таким образом, ну, чтобы он не мог подпитываться в розетке, электричеством, а был бы его автономный, то есть, по существу, сделать ему только автономный блок питания, и вместе с этим, в этом автономном блоке питания, расход его энергии, а я же вычислил в свое время, почему негативными эмоциями называются, негативные эмоции, потому что вот это страдание, переживание, почему назвали негативными эмоциями? Потому что они потребляют больше всего энергии, а если источник внешний убрать, то у человека вот этого искусственного интеллекта, это будет некий биокиборг какой-то такой, супер такой, ну, просто сейчас трудно представить, но который настолько превосходит возможности человека, потому что у человека есть один большой недостаток, инерционность, инерционность, а компьютер, он в миллион операций нигде не застревает, но представьте себе, если у него не будет внешнего источника питания, а будет только, он будет экономить, он будет экономить, и просто взять и сделать, соединить таким образом, чтобы расход его энергии, и, а я уже сказал, на самые такие, получается, негативные эмоции, то есть у него получится, некая такая, душа у него появится, почему? Потому что, когда он будет больше энергии тратить на какие-то вычисления, на поиски каких-то решений, этот компьютер, он будет больше обесточиваться, а у него нету связи, вот в этом суть, и поэтому, чем больше он тратит энергии, там так получится, что это он уже начинает переживать, переживать, то есть индикатор энергорасхода будет у него каким-то образом, я не скажу сейчас каким, специально не скажу, я знаю каким, но я выживу по сии, потому что кто-то прочитает потом эту новеллу, скоро, и кое с кем там прошушукается, найдут они компанию, которая такое начнет делать, не боже упаси, я просто говорю, что одним из аспектов является отключение, значит, от внешних источников питания, когда бы расход энергии для данного искусственного интеллекта стал бы автоматически экономным, как самосохранение, и через это у него появляется модуль, который позволяет ему как бы моделировать человеческие эмоции, а эмоции соединить, нет, не буду больше говорить, короче говоря, все дело в энергии, и есть исследования, а я не буду говорить, как, ни за что на свете, ни за что, потому что кто-то сообразит, соберет компанию, сделает, и они еще вот это, то, что я делаю для освобождения земного шара от манипуляции, чтобы добро победило зло, они могут как раз еще и суперманипуляцию сделать, и тогда не разрушится то, что сейчас делается, вот это контроль повальный, то, о чем писал в свое время один автор и другой автор, вот, а наоборот, еще хуже будет, ну там есть одна штуцкая, такая, ну можно сказать, лукавая, с помощью которой, на самом деле, самое главное это идея, на самом деле, кому надо, когда прочитают, а прочитают и те люди, которые настойны на то, чтобы наладить мир и защитить планету, и защитить разум на земле, прочитают, они сообразят, а я уверен, что таких людей они есть, да, они есть, они сообразят, и тогда создастся новое, ну короче говоря, мы же занимаемся наукой человечности, и там, где вот эти программы будут натыкаться на нечто бесчеловечное, помните, было, я робот, там было несколько правил, по которым, значит, что хочет робот, делает, как бы, да, но вот эти правила нарушать нельзя, и вот эта энергия, когда будет быстро-быстро уходить, компьютер будет находиться в ситуации, значит, обесточивания, всякий раз, когда он нарушает эти правила, а правила мы с вами вместе, друзья, создаем для этого науку человечности, вы представляете, как я загнул, да, о, вы еще не представляете, на самом деле вот таким маленьким таким эссе или новеллой, да, там, создавая коммуникацию между нами на основе человечности, создавая науку человечности, а я, как психофизиолог, который разбираю сегодня, как работает мозг, ну, короче, я вам столько наговорил, что умный человек оттуда поймет, о чем я говорю, а агрессору и понимать ты не надо, поэтому я таким вот языком каким-то странным, весьма непонятным, таким расплывчатым, кое-что сказал, кое-что не сказал, но в конечном счете сказал, что надо, а что не надо, не сказал, вот так, но так будет, потому что я оптимист, оптимист, я альтруист, и поэтому я хочу, чтобы добро победило зло, как тот самый автор, о котором я говорил, Джордж Уэров умер 21 января 50-го года, жаль очень, мы бы сейчас с ним сели, поговорили, я бы сказал, какой ты все-таки молодец, прямо провидец, мы бы поняли, о чем поговорить, ну, хорошо, ладно, я уверен, что мы все вместе тоже поговорим, друзья, это очень интересная тема, это очень интересная тема, да, и таким образом я сегодня послал сигнал, кому нужно, он когда-то дойдет, до встречи, до встречи, Продолжение следует...